Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной сегодня работает оператор Степан Пепеляев. По пермским дворам улицам колесим мы на комфортабельном автомобиле Cherry M11. Как всегда, любезно предоставленном компании Демидыч на улице Ким 75. И продолжим мы с вами сегодня тему пермского стрит-арта. Мы говорили вчера о том, что в объекты стрит-арта превращаются, например, трансформаторные будки. А здесь, на улице Тургенева, на перекрестке с Ким, в объект стрит-арта превратили дерево. Вроде как уже не дерево, вроде как уже и русалка на ветвях сидит. И согласитесь, позитив позитивный. Житель частного дома, он сам себе управляющая компания. И он не ждет милости от природы. Если ему хочется, он просто берет и украшает свой дом. Микрорайон Висим. Свеженькой краской сверкают наличники. Их, собственно говоря, приводят в божеский вид жители этого дома. Борис Иванович и Валентина Александровна. Исключительно вдвоем. И исключительно собственными руками. Борис Иванович, ну как работаете? Работаю прекрасно. Но это такой труд нудный. И за что получается около месяца вот это все у меня заняло. Мы с женой вдвоем вот это хозяйство. То есть все окраски выполняем только вдвоем. И вообще надо сказать, что здесь на перекрестке улиц Лузенина и Свободы как-то вот получилось, что подобрались неравнодушные люди. Один клумбы сооружает лебедей с цветами. Другой, посмотрите вот буквально через дорожку, какие обалденные красивые резные ворота. Глаз радуется, да и только. Молодцы. Водители с опытом помнят, пока не появилась новая дорога Стаханово-Старцево, люди ездили здесь по улице Самаркандской. Очень удобный получался сквознячок с Юбилейного и сразу с выходом в Костарево и в Мотовелиху. Собственно говоря, и тогда дорога была жутко неудобной и практически насмерть разбитой. Сейчас это вообще одни сплошные слезы и гибель подвески. Причем вот как не было у нее хозяина, вот у одного коротенького участка так и нет. И разрушается покрытие все больше и больше. А между тем люди продолжают здесь ездить, потому что, ну ведь надо же им, надо. И каждый едет и мысленно проклинает тех, кто должен содержать этот участок улицы Самаркандской. Сяду на пенек, съем пирожок. Эти слова и сказки про Машу и Медведя невольно приходят в голову у дома номер 109 по улице Николая Островского. Причина предельно проста и понятна. Не двор, а сплошной лесоповал. Чурбаки, чурки, поленья, ветки. И валяется это все, заметьте, не лежит, а именно валяется уже достаточно давно. Вот есть все-таки отдельные коммунальные службы, которые сказав А и спилив старое сухое дерево, забывают сказать Б и аккуратненько вывести его, чтобы вида не портило. Вот таким увидела очередной обочий день Перми и Пермяков съемочная бригада дежурного по городу. В понедельник, как всегда, подведем очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. Ну а сейчас Игорь Гиндис и Степан Пепеляев желают вам отличного настроения. Проведите выходные, которые наступают неотвратимо, весело и позитивно. Не забывайте наш телефон и сайт в интернете. Пишите и звоните. Ждем с нетерпением. На сегодня же все. Спасибо, удачи. Пока.